МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение ближайших 15 минут будем примерять кроп-топ, выберем правильные солнцезащитные очки и превратим обычную девушку на выданье в крэйзи-невесту. Итак, поехали! Абсолютный тренд летнего сезона – кроп-топ. Сексуальные укороченные топы, ставшие популярными в 90-е годы, вновь вернулись в женский гардероб. Знаменитости по всему миру демонстрируют голый живот, который в этом сезоне смотрится актуально не только на пляже, но даже в рамках светского дресс-кода. Будем надеяться, что и уральским девушкам погода позволит пощеголять в укороченном топе. А как и с чем носить модную вещицу, расскажем в следующем видеоматериале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Модный кроп-топ прекрасно ладит с брюками чинос, которые могут быть как с завышенной талией, так и средней посадки, открывающей пупок. Чтобы сделать образ более универсальным, дополни его удлиненным жакетом без рукавов. Брюки – это очень широкие брюки, которые напоминают даже не брюки, а широкую юбку в пол. Летом и весной красиво смотрятся брюки-палацци из легкой струящейся ткани, которые можно дополнить укороченным топом. За счет объемного низа комплект не будет смотреться слишком откровенным. Для более официального вида выбирай брюки с завышенной талией, которые закрывают пупок. Ну а для свободного времени вполне уместными будут открывающие живот модели. Самый простой и лаконичный вариант, не требующий дополнительных аксессуаров, кроп-топ и юбка меди или макси. Укороченный топ может быть как закрытый с рукавами и обнажающий лишь тонкую полоску кожи на животе, так и открытый топ-бюстье, открывающий зону декольте, спину и плечи. В первом случае получится скромный дневной образ, во втором – полноценный вечерний или коктейльный летний выход. Укороченный топ, короткая юбка-трапеция и джинсовая куртка составят образ в стиле трендовых 70-х. Дополни лук сумкой с бахромой или сандалями-гладиаторами. Получится настоящий фестивальный образ. Короткий топ, надетый с легким брючным костюмом, можно носить даже в офис. А если после работы у тебя намечается вечеринка или свидание, ничего не остается, как снять жакет или небрежно набросить его на плечи и блистать-блистать. Кроп-топ, надетый под тонкое струящееся свободное кимоно, выглядит стильно и вполне скромно. Можешь дополнить комплект скини, юбкой и карандаш, широкими брюками или шортами. Помни, что кроп-топ – это уже не нарочито сексуальный, как в 90-е, а женственный и элегантный предмет гардероба. Сегодня укороченные топы не переходят в черту, когда сдержанная сексуальность превращается в вульгарность. Очень многие звезды выбирают кроп-топ как для повседневного ношения, так и для вечернего выхода в свет. Все любят солнечную погоду. С выходом солнца поднимается не только температура воздуха на улице, но и наше настроение. Однако яркие солнечные лучи не всегда бывают полезными, особенно для наших глаз. И тут уж никак не обойтись без качественных темных очков. Они, кстати, являются непременным атрибутом вашего имиджа, так что к их выбору подойдите особенно тщательно. Итак, какие же они идеальные солнцезащитные очки? Ответ ищите в следующем сюжете. Солнцезащитные очки Солнцезащитные очки являются непременным, модным и самым важным летним аксессуаром. Тем не менее, главная их задача не столько украшательство, сколько качественная защита от ультрафиолета. При покупке обратите внимание, что она должна быть не менее 400 УФ. Постарайтесь найти соответствующую информационную наклейку, стикер или сертификат, подтверждающий это. При ношении солнцезащитных очков, которые не имеют защиту от ультрафиолета, вы подвергаете свои глаза опасности. И эта опасность, что очень страшно, она невидима и неощущаема. Одев солнцезащитные очки без защиты от ультрафиолета, вы угрожаете своим глазам ранним развитием катаракты, а также повреждением сетчатки. Очень многие родители не задумываются и покупают своим детям очки сладка. И таким образом подвергают их незащищенный глаз очень вредному воздействию ультрафиолета. Чтобы защитить себя и защитить своих детей, необходимо обязательно помнить и приобретать очки сертифицированные, которые не будут искажать и будут иметь 100% защиту от ультрафиолета. Кстати, цвет самой линзы никак не влияет на качество защиты глаз. Покрытие, которое фильтрует УФ-излучение, прозрачное, поэтому темные линзы не обязательно будут более эффективными, чем светлые. Не забывайте, что существует особая категория очков – очки с поляризационными линзами. Такие очки – палочка-выручалочка для рыбаков и водителей. Эффект таких линз, что называется, налицо. Эти линзы способствуют более четкой и яркой картинке. Они отсекают горизонтальные блики, и таким образом при вождении, допустим, автомобиля при ярком солнце после дождливой погоды человек видит четкую картинку, а не зеркало от асфальта. Людям с плохим зрением не стоит отказываться от солнцезащитных очков. Для них есть несколько вариантов, которые позволят максимально уберечь глаза от ультрафиолета. В таком случае необходимо сделать очки с диоптриями, но при этом затемненные. Можно выбрать разный вариант окрашивания – от полного фильтра до градиента. Также для людей, которые любят отдыхать в воды или водить автомобиль, мы порекомендуем поляризационные линзы с диоптриями. На сегодняшний день представлены новые линзы поколения 7-го Transition, которые затемняются не только при попадании ультрафиолета, а в том числе и за рулем автомобиля. Таким образом, вы будете иметь очки, которые будут абсолютно прозрачные, находясь в помещении, допустим, в офисе или на работе, которые будут затемняться до полного фильтра при ярком солнечном уличном ультрафиолетовом излучении, и при езде на автомобиле они будут затемняться порядка до 50%. Эти очки дадут вам полный комфорт видения, и тут очень важно подобрать оправу, которая будет достаточно крупная. Некоторые клиенты предпочитают оправы с насадками. Такие насадки называются клипы. Они одеваются поверх ваших медицинских очков, и таким образом вы получаете солнцезащитные очки. Еще один выход для клиентов с плохим зрением – это одеть контактные линзы и использовать классические солнцезащитные очки. Важный момент в выборе очков – размер линз. Дело в том, что они должны защищать не только зрачок, но и кожу вокруг глаз. Тогда морщин в этой зоне будет гораздо меньше. Модель рекомендуется подбирать для конкретного назначения – спортивных занятий, работы, отдыха или постоянного ношения. Прежде чем приобрести солнцезащитные очки с линзами экзотических цветов, стоит поинтересоваться, не повредит ли это зрению. И, разумеется, при подборе оправы стоит учесть свой тип лица. Если у вас квадратное лицо, то лучше выбрать слегка закругленные и немного изогнутые оправы. Овальные и круглые оправы смягчат линию подбородка. Хорошо, если оправа будет иметь ту же ширину, что и лицо. Или можно выбрать безободковую, безоправную модель. Людям с круглым лицом следует выбирать очки с прямой или острой оправой. Выбирайте тонкие металлические оправы, они отвлекут внимание от боковых сторон лица. К треугольному лицу лучше выбрать очки округлой формы или авиаторы. Избегайте ярких цветов и массивных оправ. Повезло обладателям овальной формы лица, им подойдет практически любая оправа. И не забывайте, что это всего лишь рекомендации. Самые лучшие очки те, в которых вы нравитесь себе и чувствуете комфорт и защищенность. Какую модель очков вы бы не выбрали, в ней должно быть максимально комфортно. Оправа не должна давить на переносицу или височную область. Учтите, что хорошие солнцезащитные очки не могут быть дешевыми. Если вы хотите носить выбранные вами очки долго, храните их правильно. Купите полужесткий чехол, а еще лучше жесткий футляр. Не кладите очки на стол или тумбочку линзами вниз. Протирайте линзы специальной ворсистой тканью или тонкой замшей. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и стартовал свадебный сезон 2015 года. Возможно, вы уже четко представляете, в каком стиле будет обыграна ваша свадьба. Быть может, наоборот, мысли в вашей голове скачут. Вы не знаете, с чего начать, как все продумать и ничего не забыть. А главное, как сделать так, чтобы ваша свадьба была не похожа ни на чью другую и оставила незабываемые впечатления и восторг, как у вас самих, так и у ваших гостей. Сказку можно создать своими руками. Дизайнер Альфия Хасани предлагает создать необычный образ невесты при помощи, казалось бы, обычных вещей. Учитесь, делайте, творите вместе с ней. Помните, то, что будет сделано вами, будет нести ваш смысл и энергетику, ваше творчество и фантазию. Можно всех уже поздравить, что наконец-то наступило лето, наступила пора свадеб, выпускных и летнего настроения. К свадьбе можно готовиться по-разному, можно сходить в магазин и купить там все необходимое, а можно пойти другим путем, то есть приготовить и сделать все самой. Сегодня мы делаем такой замечательный образ, немножко необычный, это крызи невеста, то есть это что-то яркое, необычное и нестандартное для этого. Нам понадобятся туфли. Такие туфли были изначально, очень скромные, обычные, обыкновенные туфельки. Мы их будем декорировать. Декорировать будем стразами и такими полубусинами, полусферами в виде жемчуга. Жемчуг вообще как бы очень удачная тема для свадеб, жемчуг и кружева, самая благодарная тема. И я решила, что бантик мне не нужен, поэтому я его убираю. Тут осталось небольшое место склейки, но оно не будет мешать, оно полностью закроется. Для работы нам понадобится совсем немного инструментов. Это такой пинцет, обычный, чтобы захватывать стразы. Клей. У меня вот два таких клея. Про клей хочу сказать, что он должен быть на основе какого-либо каучука, то есть такой, который потом не застынет в твердую массу, а будет немножко пружинить, чтобы вот когда туфля носится, она гнется, чтобы клей потом просто не отскакивал. Вместе с бусинами. Еще нам понадобятся вот такие бусины основные. Я выбрала. Они в виде полусфер, без дырочек. Круглые бусинки, естественно, просто не приклеятся. И я еще приобрела такие стразы. С одной стороны они плоские, а с другой красивые. Стразы могут быть клеевые, могут быть не клеевые, это без разницы, потому что мы их будем приклеивать на свой клей. Не нужно всю поверхность обмазывать. Смажем только несколько буквально точек, где будут приклеиваться бусины. Крупные полусферы можно руками приклеивать. По смыслу у меня задумано так, что между жемчугом вклеиваются кристаллы, то есть стразы. Поэтому нужно оставлять для этого место. Если какой-то рисунок или аппликация в какой-то форме чего-то, то, конечно, лучше нанести карандашный набросок. У нас такого нет, поэтому мы просто клеим. Ну вот первый ряд у нас бусинок уже есть. Для удобства между ними можно сразу вклеивать уже кристаллы. Я возьму маленький клей, потому что на носик поменьше. Ну и точно таким же способом все то же самое. Только будут стразы приклеиваться, они маленькие, надо будет брать их пинцетом. Мне удобно делать так, что с обратной стороны пинцета у меня такое силиконовое напыление, поэтому удобно прижимать. Пальцем это делать не очень удобно, потому что все руки будут испачканы. Самое интересное, что одев такие туфли, можно быть на 200% уверены в том, что никто в таких не придет. Субтитры сделал DimaTorzok Наша туфелька готова. Нужно по инструкции клея где-то сутки, чтобы клей хорошо схватился, все застыло и ничего у нас не отпадывало. Такие туфельки могут быть прекрасным аксессуаром не только невесты, но и для подружки невесты, для девчонок на выпускной. В общем, это вечерняя мода, очень ярко, очень красиво. И для того, чтобы образ был более полным, более интересным, мы решили, придумали и сделали еще такую шляпку декоративную с пером страуса и красивое колечко. Не нужно ничего бояться, нужно фантазировать, не сдерживать и не ограничивать себя ни в чем. Нужно брать и пробовать. Тогда будет интересный результат, и самое главное, он будет необычным и не такой, как у всех. Субтитры сделал DimaTorzok Это все, что я хотела вам рассказать на этой неделе. Новый выпуск программы смотрите 9 июня. Безупречного вам имиджа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok